Обильный полив и небольшое притенение. То, что необходимо молодым елкам и соснам для хорошей приживаемости. У нас на северо-западе погода капризная, но для леса благоприятная. Прохлада, частые дожди, редкое солнце. Пакет люкс для хвойных, но живая природа стабильности не признает. Как, например, сюрприз минувшего года – теплая и бесснежная зима. Когда опытные лесоводы приходят на эту плантацию, они поверить не могут, что вот этим елкам всего лишь по два года. Посмотрите, это двухлетки. А какой огромный прирост! Что же стало причиной такого быстрого роста? Скорее всего, это результат потепления климата. Это первый год наблюдается такое. Те годы не было такого. Такой разницы не было. Исходя из того, какой огромный прирост, можно сделать вывод, что у вас урожай-то в этом году хороший? Да, у нас выход в этом году очень хороший. Обычно у нас гектара миллион-миллион триста. Ну, в этом году, может быть, даже миллион четыреста мы выйдем на нормативы в связи с такими погодными условиями хорошими. Лужский питомник знаменит скорее своими сеянцами с закрытой корневой системой, которые выращивают под пленкой в специальном грунте и с добавлением нужных питательных веществ. Они растут быстрее и приживаются лучше. Но пока переместимся в Тихвинский район. Это один из старейших питомников на северо-западе. Здесь выращивают елки и сосны только под открытым небом. Сегодня все красиво выглядит. Зеленеют поля, работает техника, заняты на мелких работах люди. Но были времена, когда опасались, что хозяйство совсем погибнет. Посадочный материал был не востребован и непрерывность процесса выращивания нарушалась. Последние, можно сказать, 8-10 лет мы обеспечены полностью всем необходимым для проведения лесовосстановительных, лесокультурных и агротехнических наших мероприятий. В связи с тем, что весна была ранняя, непонятная и зима теплая, выкопка началась у нас рано. Но в связи с этим лучше для арендаторов. У них растянулся срок лесовосстановительных работ. Бывает иногда другие года маленький этот срок, но в этом году удачно все. Сейчас все площади питомника в деле. Главное, удается вовремя деревца выкапывать и отправлять арендаторам на делянки. Но все хорошо понимают, что засеянцами с закрытой корневой системой – будущее. У нас запроектирован такой проект, построить еще один центр, как в Луге, это в Тихине. Уже подготовлены более-менее материалы, но нам нужно финансирование. Пока нет финансирования, значит, в Москву мы подавали заявку, нам сказали, до 2021 года уже все средства распределены. Мы не можем сразу все это перевести в закрытую корневую систему. Пока у нас есть необходимость и потребность, поля у нас эти будут. Выращивать посадочный материал под открытым небом дешевле, чем в теплицах. Но тоже денег стоит немалых. В этом году закупили 12 тысяч тонн торфа, 38 тонн извести, 14 тонн химических удобрений. Мы полностью, а почти обновили за последние годы наш парк. У нас у всех достаточно сейчас тракторов, техники. В этом году там, ну, по мелочам уже, если что-то покупаем, то самое необходимое. Многие знают, что такое полоть грядки. Вот и здесь приходится делать то же самое, только грядки в десятки раз длиннее. Казалось бы, чего проще посадить лес? Взял семя, бросил его, и оно само вырастет. Ну, естественно, все, это же природа. На самом деле все очень сложно, это большой-большой труд. Вот сейчас я нахожусь в поле первого года посева елки. Посмотрите, какие чудесные, тоненькие и красивые борозды. Даже не сразу догадаешься, что это на самом деле елка. Надо быть специалистом, чтобы это определить. И здесь требуется очень много тяжелого труда. Вот, например, я сейчас вот держу в своих руках плоскорез. Вы представляете, какой труд? Вот так вот согнувшись, надо выдернуть, выдернуть все сорняки с помощью этого плоскореза. Без ручной прополки здесь не обойтись. В штате у нас на питомнике всего постоянных 4 человека работника. Остальных работников всех нанимают сезонно. То есть с весны и до осени. Тяжело работать. Некоторые сезон выдерживают, некоторые не выдерживают сезон. Кто-то по месяцу работает. Но у нас в основном стабильный коллектив, который ежегодно приходит. У нас 7 питомников, которые расположены на территории, под открытым небом в Ленинградской области. И, значит, обеспечиваем арендаторов своих. И, кроме того, у нас еще закупают за пределы области. Это берет Карелия, Новгородская область, Псковская область и даже Московская. А нам самим-то хватает? Хватает. Потому что у нас даже излишки есть. На весну у нас было 35 миллионов с небольшим хвостичком. А нам нужно 22-23 миллиона. Так у нас в Луге питомник, его проектная мощность сейчас 6 миллионов у нас получается. Но обеспечиваем мы в основном только себя, с закрытой корневой системой. Вот они, красавцы с закрытой корневой системой. Эти, что находятся сейчас под открытым небом, уже готовы к переселению на постоянное место жительства. Не каждый российский регион может похвастаться таким богатством. Я могу сказать, все-таки с опытом, да, вот работал в лесном хозяйстве в 33 года, я скажу одно, что если проживаемость сеянца с открытого грунта, можно сказать, сто процентов, потому что сам посадил не одну сотню тысяч штук, да, то сеянцы ЗКС, это проживаемость сто процентов, это точно сто процентов, да. Но, конечно, все приезжают, в основном все, кто приезжает к нам в арендаторы, Ленинградской области, других регионов, они очень, конечно, восхищаются нашим центром, можно так сказать, да, говорят, как у вас тут здесь красиво, как у вас тут все ухожено, и какие у вас красивые сеянцы. Мы за каждую ту сеянцу в отдельности очень сильно переживаем, потому что все работники, начиная с меня и мои все работники, с большим энтузиазмом идут на работу, с большим желанием, потому что мы любим нашу работу и просто без нее не можем. Создается впечатление, если смотреть программы, что у нас не ведется никаких работ, никакого лесовосстановления, не выращивается посадочный материал. Но когда люди приезжают на питомник и видят елочки, даже самые крохотные, маленькие, они просто удивляются, что это есть и происходит. А мы работаем, мы не прекращаем работу ни один этот год, и все ведется в полного объема. Ну, вам-то обидно, наверное, да. Ну, что делать? Вы покажете, люди увидят. И поверят, что все-таки у нас елки. А кто не верит, тот пусть приезжает и посмотрит. К нам очень большое внимание со стороны руководства, комитета управления лесами Ленинградской области. Так что им всем огромное спасибо. Ну, и виден наш результат. Сеянцы только набрать, сажать и все, и наслаждаться, просто радоваться. В Ленинградской области в этом году посажены молодые сеянцы на площади почти 9 тысяч гектаров. Почти столько же лесных территорий подготовлено для естественного восстановления. Всего же произведено лесовосстановление на площади более 17 тысяч гектаров. Редактор субтитров А.Семкин